В конце 20 века и начале 21 века, когда в познании тайн мироздания человек сделал неизмеримый скачок по сравнению с эпохой средневековья, можно ли говорить всерьез о падших ангелах, о дьяволе как реальном существе, реальной силе, действующей в мире? Все разговоры о дьяволе в наши дни это не пережиток ли далекого прошлого, не порождение ли больного воображения или расстроенной психики. Многие люди, услышав что-нибудь о дьяволе и его кознях, принимают это за сказку. Но чтобы люди не говорили и не думали о дьяволе, он есть на самом деле, это неоспоримо. Дьявол существует, его пагубные действия проявляются повсюду в мире. По мнению одного французского писателя, величайшей победой дьявола было то, что он смог внушить людям, будто его нет. Под дьяволом священное писание понимает личность, свободно разумное и бесплотное существо, отпавшее от Бога по своей собственной воле. Некоторые философы пытаются превратно истолковывать слово Божие и говорят, будто бы в тех местах священного писания, где речь идет о злых духах, надо иносказательно подразумевать человеческие грехи, пороки, страсти, нечистые пожелания. На это в корне неверно. В Святой Библии злому духу даются такие наименования, которые явно изображают его как личность, лукавый, сатана, искуситель, человека-убийца. Кто заменяет личное имя дьявола безличным словом «зло», тот отрицает реальное существование злого духа. И таковой человек не может быть истинным христианином, последователем Христа Спасителя, воплотившего с целью разрушения дел дьявола. В настоящее время отовсюду приходят сообщения о разных таинственных явлениях и существах. Вряд ли кто сегодня не слышал о неопознанных летающих объектах с их неприглядными пилотами-гуманоидами. Как никогда раньше астрологи и экстрасенсы завоевывают умы и души миллионов. Во всех концах мира ширится интерес к спиритизму, магии, колдовству, гаданию. Из разных мест приходят сообщения о том, что в некоторых домах вдруг сами собой начинают перемещаться в пространстве вещи, поднимаются в воздух сковородки, тарелки, чашки. Сама произвольно загорается или гаснет в квартире электрический свет, а то и без всякой причины вспыхивает в доме пожар. Печать полна публикаций о том, что во многих домах жильцы ощущают присутствие какого-то неведомого, невидимого существа, вступающего с ними в контакт, дающего им свои советы, воздействующего на их волю. Еще совсем недавно материалисты не придавали значения таким неукладывающимся в рамки их философии явлениям. В настоящее же время все эти таинственные явления, получившие на языке науки название полтергейст, привлекают пристальное внимание ученых и философов, стоящих на материалистических позициях, часть из которых уже пришла к выводу, что разгадать эти явления нельзя без признаков духовного мира. Что бы ни говорили ученые и философы относительно подобных таинственных явлений, все это не что иное, как козник и соблазны нечистой силы, ложные чудеса дьявола, которыми он, как утверждает Священное Писание, последнее время будет пытаться обольстить и увести со спасительного пути даже избранных Богом людей. В настоящий момент человечество приблизилось к завершающему этапу своей земной истории. Священная Библия учит, что перед концом мира на земле три с половиной года будет царствовать Антихрист, дьявол, вселившийся в человека, который потребует от людей поклонения себе, как Богу. Время воцарения Антихриста очень близко, поэтому дьявол не заинтересован насаждать в людях последнего времени мировоззрение, полностью отрицающее духовную реальность, иначе этому лютому зверобогоборцу не добиться того, чтобы люди воздавали ему божеское поклонение. Дьявол яростно готовит для себя почву и через падших духов, и через своих верных слуг, людей, отдавших ему свою волю через увлечение магией, колдовством, чародейством и другими бесовскими занятиями. Самая благоприятная почва для воцарения Антихриста – это признание людьми духовного мира сверхъестественных явлений, но в извращенном виде, когда место божественного откровения заменяют у них магия, астрология, спиритизм, кришнаизм и другие душепагубные учения и занятия. В наступившее крайне обольстительное время христианину важно распознавать все козни дьявольские, замышляемые в аду против его души, и знать, как противодействовать им. Наука давно ищет разумную жизнь вне нашей планеты. Священная Библия подсказывает, где и как ее можно найти. Мы люди не одиноки, рядом с нами есть иной мир, в котором обитают разумные существа, бесплотные духи. Потусторонний мир, пронизывая материальный мир, как бы параллелен ему. Религиозная литература полна описаний контактов духовных существ с нашим материальным миром. По причине наших грехов нам не свойственно общение со святыми ангелами. Редки случаи явления в наш физический мир ангелов Божиих. Злые же духи гораздо чаще вступают в общение с людьми по причине человеческих грехов. Святая Церковь всегда призывает своих чад никак не вверяться духом, когда они чувственно являются людям, не входить с ними ни в какую беседу, не обращать на них никакого внимания, признавать их появление как величайшее и опаснейшее искушение. Поскольку нечистые духи могут являться в образе светлых ангелов, окружают себя всевозможной благовидностью, чтобы обольстить человека, надо каждому верующему признавать себя недостойным посещением святыми ангелами. Чтобы отличить ангелов от демонов, являющихся в ангельском виде, следует знать, что пришествие к человеку падшего духа всегда сопряжено с ощущением человеком страха, душевного трепета, смущения, недоумения, помрачения ума греховными помыслами. И по прошествии явления нечистой силы душа человека нередко длительное время пребывает еще в страхе и отчаянии. Не стоит сомневаться в существовании злых духов. Они невымышленные страшные образы для запугивания суеверных людей. Ставшие особенно популярными в эпоху Средневековья, смешные карикатуры, изображавшие падших духов с врагами, хвостами, с вилами в руках и слабоумными усмешками на лицах, у многих людей вызывают смех, и они не принимают всерьез все разговоры о бесах. Но надо обращать внимание прежде всего не на те различные обличия, которые могут принимать бесы, а на их неограниченные возможности и способность делать зло. Дьявол очень талантлив и бесконечно изобретателен на всякое зло. И в этом плане он чрезвычайно умен. О реальном существовании дьявола и ангелов его свидетельствует священное писание. Опыт духовной жизни миллионов верующих, многочисленные явления бесов людям во все времена, включая и в наши дни. Нет такой страницы в истории человечества, на которой дьявол не оставил свой разрушительный след. Сколько выдающихся писателей и художников блестяще изобразили его в гениальных произведениях, ставших достоянием мировой литературы и искусства. Как это страшно! Сила бесовская. Дьявол ведет бесконечную борьбу с церковью Христовой, чтобы стереть ее с лица земли. Он непрестанно борется за каждую человеческую душу, чтобы погубить ее. Сатана всегда незримо стоит возле человека, искушая и соблазняя его в грех. Каждый верующий может засвидетельствовать, что в его жизни случалось такое, когда в моменты особого подъема духа, в светлые, тихие, радостные минуты молитвенного общения с Богом, «Вдруг, помимо его воли, как огонь, опаляет душу зло, злые мысли, желания, восстают на душу плотские страсти, похоти, появляется в сердце гнев, ненависть к кому-нибудь из людей, тяга к какому-либо греху». И человек тогда ощущает себя как бы связанным, бессильным, безвольным рабом злой воли. Такое внезапное, вроде бы беспричинное появление в душе зла христианство объясняет бесовским наваждением. И если в эти минуты не поддаться своей воле злым духам, а противостоять им усердной молитвой, сосредоточением всего своего внимания на Боге, то наваждение злой силы отступит, и человек воспринимает своим внутренним чутьем блаженство от достигнутой победы, внезримой брани с бесами. В том, что злые духи существуют и ведут брань против Бога, Его церкви, верующих, убеждают даже такие примеры. Есть люди, которые не могут без внутренней злобы, подчас даже очень большой, смотреть на священнослужителей, на храмы, на иконы, крест. Какая сила возмущает их души? Некоторые не могут удержаться, чтобы не распространять какую-либо порочащую ложь и небылицы о духовенстве верующих, чтобы не помянуть Святое Имя Божие своей ругани. И во всем этом находят для себя успокоение, утешение, ибо этим самым питают живущего в их сердцах нечистого духа, необходимой для него пищей. Или еще пример. Рука человека может делать любые движения, выполнять любую сложную работу. Но как невыносимо трудно многим людям, не физически, а нравственно, преодолеть внутренний страх, навеянный бесами, чтобы истово благочинно осенить себя крестным знамением, полагая свои персты, сложенные для изображения крестного знамения, на лоб, на живот, пуп, на правое и левое плечо, произнося слова Иисусовой молитвы. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» и сделать при этом поклон, поклониться Богу. Какая сила противодействует здесь руке? Над перекрестившимся человеком нередко смеются люди, в чьих сердцах свили себе гнезда бесы. Как бы эти смеющиеся люди не считали, что они смеются над человеческим невежеством, но все же их смех – богоборство. Если говорить о невежестве в подлинном смысле этого слова, то его еще очень много в людях, но почему-то над ним не смеются. А вот с сарказмом, с движением зла в сердце относятся к проявлениям религиозности в верующих людям. В доказательство существования дьявола можно привести и то, что человек во время молитвы испытывает особое противодействие незримой силы, воздействующей на его сердце. Человек может заниматься желанием каким угодно делом, но как только он становится на молитву, здесь речь не о том, кто дышит молитвой как воздухом, а о тех, кто не имеет внутреннего озарения от молитвы, душою не готов к ней. Ему сразу же не по себе. Тут же появляется немощь организма, начинается зевота или тянет в сон, приходят различные отвлеченные мысли. Закончил человек молиться и опять чувствует себя бодро, как ни в чем не бывало. Многие люди могут сказать, что для них лучше выполнять любую тяжелую работу, чем молиться. Хотя те, кто вкусил сладость молитвы, для кого молитва – это беседа с Богом, не перестают свидетельствовать, что для их души нет большей радости, большего блаженства и мира, чем то, что они ощущают во время молитвы. Почему такой контраст между опытом одних и других? Как невыносимо трудно бывает находиться в храме во время богослужения людям, внутренне еще не готовым к молитве. Ничем иным, как противодействиями дьявола, можно объяснить быстроту и успех, с которыми распространяется зло. Скажите о каком-нибудь человеке клевету и ложь, и это с молниеносной быстротой распространится повсюду. Но постарайтесь начать распространять среди людей что-нибудь такое, что ведет к их нравственной чистоте, благородству, и сразу становится очевидным, как невидимые силы стараются заглушить рост этого доброго семени. Работа дьявола видна и в том, что сердце человеческое более расположено воспринимать все порочное, неизменное, греховное, а к чистому возвышенному святому оно часто остается глухим. С каждым днем на страницах газет, по радио, телевидению, в интернете учащаются сообщения о появлении так называемых «неопознанных летающих объектов» НЛО. Эти пришельцы из глубины ада заявляют о себе во всех концах мира. Достаточно сказать, что в ООН собрано свыше 70 тысяч фотоснимков и более 120 тысяч документальных сообщений о появлении НЛО. А вместе с массовыми нашествиями НЛО появились и другие проявления сверхъестественного. То возникла сенсация о мальчике из Донбасса, от присутствия которого все, что только может воспламеняться, загорается. То внимание людей привлекли целители телемаги. Затем феномен одесской пятиклассницы, когда с девочкой подружилась некая таинственная невидимая сила, барабашка, способная разговаривать песклявым голосом, петь песни, писать, ругаться. В квартире девочки по воздуху стали перемещаться сами с собой разные предметы. В печати появилось сообщение о некоторых домах, в которых по воздуху летают предметы. Сенсацией стали многочисленные привидения умершей 18-летней девушки на Дальнем Востоке. Все больше людей, которые говорят, что с ними вступают в разговоры какие-то невидимые силы. Можно с полной уверенностью сказать, что все эти таинственные явления исходят от дьявола, который желает этим самым обратить на себя внимание людей. Какая невидимая сила, если не сатана, может в некоторых домах в присутствии людей заливаться хохотом, визжать, кричать, топать. Имеются такие примеры, когда на том месте, где человек закончил жизнь самоубийством, через повешение, ночью раздаются неестественные свисты, смеющиеся плачем и хохотом. Что же это за наваждение? Один человек, предпринимавший попытку удушиться, но спасенный подоспевшими к месту трагедии людьми, рассказывал, что как только он надел на себя петлю, то почувствовал, что прямо ему в лицо были направлены огненные вилы, чтобы, пятясь в страхе назад, он затягивал петлю. Падшие духи заявляют о себе не только черезнообразное таинственное явление, но и через не менее таинственные загадочные существа, о которых теперь так много сообщается в печати. К примеру, в разных местах стали появляться некие существа, похожие на людей, но без головы. Так, в 1989 году около деревни Андропова на юге Пермской области вечером по полю перемещался человек без головы. В той же области в ночное время на краю поля колхоза «Рассвет» Чернушинского района разными людьми неоднократно наблюдалось передвижение безголовых существ, похожих на человека. А на глухих дорогах в пермских лесах имели место случаи явления шоферам встречных девушек, у которых вместо лица медвежья морда. Дьявол может являться людям в образе ужасного страшилища с рогами и огненными глазами. Это бывает не в сказках и не в какие-то давние минувшие века. Вот случай, имевший место в 1985 году, когда группа ученых из Новосибирска проводила исследования в Кашкуланской пещере, что в Хакасии, это Красноярский край. В древности эта пещера была культовым местом, где хакасы-язычники поклонялись, как они говорили, черному дьяволу. С тех пор дурная слава идет об этом месте, где временами таинственно исчезали люди. Завершив свои исследования, новосибирские ученые покидали пещеру. Когда наступил черед последнему из них готовиться к подъему, он почувствовал на себе чей-то взгляд, невольно обернулся и увидел перед собой страшилище с рогами и огненными глазами, которое звало его к себе. От ужаса ученый не мог несколько секунд сдвинуться с места. Его связывала с коллегами, уже поднявшимися наверх, веревка, за которую он стал быстро дергать, подавая тем самым сигнал о неотложной помощи. Помощь тут же подоспела. Но то, что пережил в этот момент этот неробкий, не потерявший самообладание человек, так потрясло его психику, что он больше не отваживался спускаться в эту пещеру. Подобное существо видели в этой самой пещере и другие исследователи, но в другое время. Один из видов или образов, в котором бесы являются людям, это снежный человек, который обычно открывает себя в лесах или высоко в горах. Материалисты успокаивают и себя, и других людей тем, что снежный человек – это, мол, далекий предок человечества. Существо сродни человеку и обезьяне. Но от встречи с обезьянами или другими приматами в лесу или в зоопарке ни у кого из людей не появляется непонятный страх, и жар по телу не пробегает. А вот при встрече со снежным человеком это случается часто. Люди просто цепенеют от ужаса. Однажды Иван Сергеевич Тургенев в одном из уголков Полесья среди белого дня встречался со снежным человеком, волосатой женщиной, которая некоторое время преследовала его, и он вынужден был убегать от лесной незнакомки. Несмотря на свой высокий культурный уровень, великий русский писатель был до крайности потрясен пережитым. Впоследствии делятся впечатлениями с собратьями по Перу, в том числе и с зарубежными, французскими. По рассказам очевидцев, рост снежного человека достигает примерно 2,5 метров. Он весь покрыт волосами, голова выходит прямо из плеч, горящие глаза исполнены злобы, гнева, руки достигают колен. От него, говорят очевидцы, исходит тошнотный запах грязной шерсти. Такое зловоние, что люди даже теряли сознание. Известны случаи, когда после себя он оставлял на земле след босой ноги до полуметра, или перемещался словно по воздуху. В кругах ученых, занимающихся изучением снежного человека, существует мнение, что известный в древности на Руси леший и снежный человек – это одно и то же существо. Теперь уже можно встретить и в газетах, что снежного человека называют лесным дьяволом. В том числе, что снежный человек – это никто иной, как дьявол, являющийся в образе человеческом. Сомневаться уже не приходится. Он может на глазах внезапно появляться и также внезапно исчезать. Обладает необычайно сильным гипнозом, вселяет в души тех, кто с ним повстречается, неестественный страх. Примеры, подтверждающие явление бесов на землю в настоящее время, можно было бы продолжить. Конечно, не ради интереса к этим дьявольским существам. Сохрани нас, Господи, от такого интереса. А чтобы знать, как уберечься от напасти злой силы. Источник из книги «Дьявол и его нынешние лжечудеса и лжепророки». Продолжение следует...